Всем привет! Решил отдельно снять. Попали два очень редких экземпляра. Я сказал бы даже, что уникальных. На самом деле, даже на картинках, либо где-то на форумах, не встречал ничего похожего. Данные бритвы ориентировочно 1900 год, возможно позже, до 1920-го. Далее Пума вместо Лаутер Юнг и Сох стал оставить клеймо Пума Верк. Сейчас поближе постараюсь, пока дневной свет еще есть. Заодно занимаюсь. Заточил до предфиниша. Сейчас постараюсь это как можно четче снять. На Эрли, made from Kaiser Elliot Eco, Best Sheffield Silver Steel. Пума. Значок Пумы. Кому интересно будет, можно посмотреть по каталогу. По клейму, точнее вот, сейчас, на еще, Лаутер Юнг и Сох. 52 и 1,2. Также клеймо Пума. Здесь будет хорошо видно. По самому клинку, можно сказать, состояние близко к очень-очень хорошему. Видны следы времени, но они настолько микроскопические. Не стал ничего с ними делать, абразивно тем более. Ни на что не влияет. Кромка ровная. Бритвы с хранения не использовались. С обратной стороны есть также микро пара следов. На кромку ничто не выходит. Кромка чистая. Сейчас состояние на предфиниш. Все ровное. Экземпляры, можно сказать, уникальные. Это что касается первого экземпляра. Они шли парой. Возможно, даже изготавливались на заказ. Так как здесь Джеймс Кэмпбелл. Сейчас все это так же поближе. Джеймс Кэмпбелл. Такая вот пара бритв. На клейма все одинаковые. Бритвы две абсолютно идентичные. Здесь у носика также есть след времени. С обратной стороны, можно сказать, в идеале. Также на предфиниш заточено. Чтобы, если что, ее подготовить в течение получаса, грубо говоря. На Эрли так же небольшие следы. Но, к сожалению, с этим ничего не сделать. Я считаю, что для своих лет это высокоуглеродистая сталь с минимумом там, по-моему, ноль целых сколько-то там процентов хрома. То есть, это высокоуглеродистая сталь и в таком состоянии до наших дней это практически очень редко встречается. Кого заинтересует все цены будут в описании под видео все вопросы на почту. Соответственно сейчас буду продолжать с фреймбеками фреймбеки состояние, можно сказать идеальное для своих лет. Вот такая вот Puma James Campbell подозреваю, что изготовлены были все же они на заказ. Но утверждать не буду. Вторых таких я не видел. То есть, даже близко похожих даже с таким же логотипом очень-очень редкие экземпляры. Кого заинтересует опять же пишите на почту. Все размещу под видео. Всем удачи, всем пока. Пойду заниматься дальше.